Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. К загадке Гуанчей Канарские острова, лежащие на перекрестке морских путей трех материков, в V веке стали ареной жесточайшей истребительной войны, ставшей роковой для Гуанчей, коренного населения этих островков суши в Атлантике. С тех пор, вот уже около 600 лет, существует тайна Гуанчи, так и неразгаданная. Судьба их — непрочитанная страница древней истории. Но истории чего? Африки? Европы? Античного Средиземноморья? Ответить на эти вопросы пытались многие исследователи. Библиография и истории островов насчитывает тысячи книг, статей, заметок. Блондины с неясным прошлым. Великолепная тема для всевозможных околонаучных спекуляций, которые ни на йоту не приблизили разгадку тайны коренного наследия Канарских островов. Да, Гуанчи были светловолосыми, голубоглазыми гигантами. Но разве на Канарах в древности жили только они? Истинные Гуанчи населяли только два острова — Тенерифе и Гран-Канарию, в то время как четыре остальных, наиболее крупных, в архипелаге всего шесть, были населены представителями других племен. Канарцы представляют собой исключительный интерес для ученых. В условиях полной изоляции от внешнего мира на этих островах сохранилось население, культура которого, ведущая начало из глубины веков, по сей день являет нам точный слепок исчезнувшей цивилизации. На Канарах найдены элементы культуры позднего палеолита Северной Африки. Обнаружены наскальные надписи на языках, давно исчезнувших на африканском континенте. Среди черепов найдены те, что принадлежали к романьонцам, загадочно растворившимся в череде тысячелетий. Прикоснуться к загадке Гуанчи довелось и нашим соотечественникам. На острове Тенерифе побывал известный русский физиолог Илья Мечников. Ученому удалось проникнуть в довольно большую пещеру. У самого входа он наткнулся на кучу старых костей, большинство из которых при первом прикосновении рассыпались в пыль. В те времена не были еще найдены огромные пещеры с мумиями и черепами, давшими исследователям богатый материал для работы на десятилетия. Оказалось, что способ мумификации на островах поразительно схож с древнеегипетским. Многие обычаи имеют параллели в культуре берберских племен Северной Африки. Само слово «канары», как выяснилось, восходит к названию одного из ее небольших племен, а вовсе не к латинскому слову «кэнис» — собака. Это еще раз подтверждает, что родину канарцев надо искать где-то в Африке. Но как тогда объяснить находки мумий, у которых определили группу крови, роднящую их владельцев с древним населением Северо-Западной Европы? Как случилось, что среди орудий труда и утвари гуанчей найдены предметы, относящиеся к Энаолиту Лигурии, территории Италии? Может быть, было несколько волн миграций? Как много вопросов остается пока без ответа. Как, впрочем, и такой, сохранились ли сегодня потомки древних канарцев? Еще в прошлом веке французский этнограф Бертло заметил, что три столетия заморского владычества не смогли изгладить народных черт. Они сохранились в некоторых жителях гор. Загорелая, смуглая кожа, тонкие черты лица, большие живые глаза, иногда зеленоватого цвета, густые, вьющиеся волосы, переходящие по цвету от черного к рыжему. Ученый одним из первых выдвинул гипотезу о том, что не все гуанчи исчезли в результате колонизации, часть их живая сегодня. По общепринятой версии, в войне с колонизаторами, длившейся до конца XV века, количество канарцев сократилось с 20 тысяч до 600 человек. Сражались они с величайшим мужеством, но обнаруженные манускрипты сообщают, что политика искоренения жителей проводилась далеко не так интенсивно, как принято было считать. Так, например, некоторые вожди гуанчи, яростно боровшиеся против завоевателей, оказывались вдруг в лагере испанцев, заключали с ними союзы. Испанский антрополог Фюсте обследовал в Канарском музее, что в Лас-Пальмасе 958 черепов, около 400 полных скелетов и 362 современных канарца. Ученый сделал вывод, у сегодняшних жителей стойко сохраняются основные элементы расового комплекса населения, жившего до захвата островов. Таким образом, чье-то невнимательное поверхностное наблюдение вызвало цепную реакцию. Настоящий ответ кроется в антропологии. Коренные жители не исчезли, а слились с пришедшими испанцами и другими европейцами. Сегодняшние канарцы и не подозревают, как много крови гуанчей течет в их жилах. В поисках Эльдорадо Туземцы сотнями сходились на берега глубокого черного озера, лежавшего на высоте 2700 метров над уровнем моря, в жерле потухшего вулкана. Вскоре началась торжественная церемония, и индейцы притихли, наблюдая, как жрецы снимают с правителя одежды, обмазывают его обнаженное тело глиной и осыпают золотым песком. Спустя несколько минут правитель, по словам испанского летописца, превратился в Эльдорадо, золотого человека, и его подвели к Бальсовому плоту, на котором уже ждали четыре вождя. Нагруженные подношениями в виде золотых изделий и изумрудов, плод медленно скользнул к середине озера. Сотрясавшие окрестные горы музыка и пение стихли, вожди опустили подношение в воды озера, и следом с плота спрыгнул правитель. Когда он снова показался на поверхности, золотого кокона уже не было. Со склона в гор опять грянула музыка. Куан Родригес, испанец, столь ярко описавший эту сцену, не был ее очевидцем. В 1636 году, когда он создавал свое произведение «Обряд золотого человека», уже отошел в прошлое, да и неизвестно, отправляли ли его вообще когда-нибудь. За сто лет до описываемых событий испанские конкистадоры в поисках легендарных индейских сокровищ вторглись на взгоре современной Колумбии, но сколь-нибудь значительных сокровищ не нашли. Зато с большим успехом искоренили туземную культуру народа Чипча. Относительная легкость, с которой Эрнан Кортес покорил в 1521 году империю ацтеков в Мексике, а Франциско Писарро в 12 лет спустя поставил на колени инков, возбудила захватнические и грабительские аппетиты других европейцев. В 1536 году около девяти сотен белых искателей приключений в сопровождении большого количества туземных носильщиков выступили из поселения Санта-Марта на северо-восточном побережье Колумбии. Экспедиция хотела пройти вверх по течению реки Магдалена, добраться до ее истоков, отыскать новый путь через Анды в Перу. И, если ей повезет, открыть еще одну туземную империю, которую можно было бы подвергнуть разорению и грабежу. Предводителем этого похода стал суровый и набожный помощник губернатора провинции, 36-летний стряпчий из гранады Гонсалу Хименез де Квесада. 11 месяцев его люди терпели неимоверные лишения, орудовали мачете, прорубая себе путь сквозь непроходимые заросли, преодолевали топи, бредя по пояс в воде по местности, кишевшие ядовитыми змеями, аллигаторами и ягуарами. Невидимые туземцы осыпали их из засад дождем отравленных стрел. Горезахватчики голодали, страдали от лихорадки и мерли, как мухи, а оставшиеся в живых кормились лягушками и ящерицами. Наконец, Хименез де Квесада принял решение повернуть назад, но тут его полуживое воинство числом менее двух сотен человек выбралось на плато Кундинамарка. Перед ошеломленными незваными гостями лежали ухоженные кукурузные и картофельные поля и аккуратные хижины богатых, судя по всему, деревень. Доносился мелодичный перезвон колеблемых ветром тонких золотых пластин висевших над дверьми. Европейцам, по их собственному признанию, еще никогда не доводилось слышать столь сладостной музыки. После долгих мытарств они, наконец, достигли родной страны индейцев Чибча. Испугавшись чужаков, и в особенности их лошадей, многие туземцы предпочли уклониться от знакомства с пришельцами и покинули свои поселения. Но остальные приветствовали европейцев, как спустившихся с неба богов, предложили пищу, женщин и, главное, столь желанное золото. Презренный металл не считался у Чибча какой-то особой ценностью. Они выменивали его у соседних племен на изумруды и соль, которых в здешних местах было вдоволь. О стоимости золота туземцы не имели ни малейшего понятия, но ценили его за блеск и плавкость, позволявшую местным мастерам делать тонкие украшения, утварь и культовые предметы. Алчным европейцам оказалось мало дружеских даров, и они начали грабить. Дубинки и копья Чибча не могли сдержать захватчиков, вооруженных изрыгающими пламень орудиями, и спустя несколько месяцев Хименес де Квесада подчинил себе весь здешний край, потеряв при этом одного солдата. Но испанцам сразу не удалось выведать, откуда Чибча получают золото. Прошло немало времени, прежде чем один старый индейец, вероятно, под пыткой поведал им тайну Эльдорадо, золотого человека. Чтобы добыть несметные сокровища, надо идти на восток, горным твердыням, за которыми притаилось озеро Гуатавита. «Именно там», — сообщил старик легковерным испанцам, «один из вождей ежегодно передает богам подношение индейцев, опуская в воды озеро золото и изумруды, а потом, покрыв тело золотым песком, ныряет в озеро сам, чтобы присовокупить свой дар к пожертвованиям соплеменников». Правда? Легенда? Уловка, призванная отвлечь захватчиков от разграбления родной страны? Как бы там ни было, история старика произвела на европейцев огромные впечатления. Эльдорадо вошел в историю конкисты и вскоре превратился из золотого человека в Эльдорадо, предмет вожделения сонма золотоискателей, «Страну сказочных сокровищ», которая, как это обычно бывает, лежит за следующей горой или на том берегу ближайшей речки. Прежде чем повести своих людей на поиски золотого человека, Хименес де Квесадо решил вернуться в Санта-Марту и утвердиться на посту губернатора покоренных им Нагорий, которые он уже переименовал в Новую Гранаду. Но в феврале 1539 года в горы пришла весть о новой экспедиции европейцев, приближавшейся с северо-востока к только что основанной Хименесом столицы Санта-Фе де Богата. Вновь прибывшие оказались в Атаге 160 человек, возглавляемой немцем по имени Николаю Федерман, который действовал по поручению торгового дома Вельзер из Аугсбурга. В знак признательности за денежную помощь при выборах императора Священной Римской империи король Испании Карл I отдал дому Вельзер провинцию в Венесуэла. В поисках еще свободного туземного царства Федерман выступил из прибрежного поселения Коро спустя несколько месяцев после того, как Хименес де Квесадо покинул Санта-Марту. Два с лишним года искал немец проход через горный хребет на плато Кундинамарка. Хименес встретил изможденных, полумертвых от голода и почти голых незнакомцев настороженно, но предложил им еду и одежду, потому что надеялся на помощь вновь прибывших во время вторжения на землю Эльдорадо. Пока он ломал голову, как лучше использовать немцев, пришла весть о приближении с юго-запада еще одного отряда, возглавляемого Себастьяном до Белалкасаром, ближайшим помощником завоевателя Перу Франсиско Писсарро. Белалкасар преследовал остатки отступавшего на север войска инков. Загнав их в Эквадор, он основал там город Кито, но по пути тоже прослышал об оснословных богатствах, спрятанных во внутренних районах страны. Приблизительно в то же время, когда Хименес де Квесада покинул Санта-Марту, Белалкасар выступил из Кито в долгий поход на север. Он прибыл в Санта-Фе де Богата с отрядом хорошо экипированных и вооруженных европейцев, многие из которых ехали на прекрасных лошадях и с целой оравой туземных наемников. Белалкасар принес с собой серебряную столовую посуду и пригнал 300 свиней, которые пришлись весьма по вкусу истасковавшимся по мясу европейцам, прибывшим на плато раньше. По невероятному совпадению, в каждом из трех отрядов было по 166 человек, и общая численность воинства составила 498 солдат. Между предводителями начался спор о преимущественном праве на завоевание очередной туземной империи. Не достигнув соглашения, все трое отправились в Испанию, чтобы изложить свои претензии королю. Тем временем торговый дом Вельзер лишился Венесуэлы, захваченной очередным испанским авантюристом, и в итоге оставшийся неудел Федерман умер в нищете. Белалкасару была пожалована должность главы одного из городов, основанных им по пути в Санта-Феда-Богата, но его звезда тоже закатилась, и кончил он плохо. Хименес де Квесадо так и не получил поста губернатора и был вынужден довольствоваться почетным воинским званием маршала Новой Гранады. Он дожил до 80 лет и ни на миг не расставался с мечтой найти страну золотого человека, но дни его славы были уже в прошлом. Пока трое спорщиков обменивались претензиями в присутствии короля Испании, поиски Эльдорадо продолжались. Первым, кто предпринял попытку достать со дна озера гуатовитое якобы лежащее там сокровище, был Эрнан Перес де Квесадо, брат завоевателя Новой Гранады. В сухой сезон 1540 года он велел своим людям сделать из тыкв ковши и вычерпать из озера всю воду. За три месяца кропотливых трудов ему и впрямь удалось понизить уровень воды приблизительно на 3,5 метра и извлечь на свет более трех тысяч мелких золотых изделий, но добраться до середины озера, где предположительно лежала львиная доля сокровищ, испанцы так и не сумели. Сорок лет спустя была предпринята еще более дерзкая попытка осушить озеро. Зажиточный купец из богаты нанял несколько тысяч туземцев, чтобы прорыть отводной канал в толще одного из холмов. Когда работа была сделана, уровень воды понизился на 20 метров. На обнажившемся участке дна был найден изумруд размером с яйцо и множество золотых безделушек, но этой добычи не хватило даже на оплату издержек. Еще один искатель сокровищ тоже попытался прорыть туннель, но был вынужден отказаться от этой затеи, когда свод обвалился и почти все рабочие погибли. Однако легенда о золотом человеке оказалась живучей и даже привлекла внимание немецкого естествоиспытателя Александра фон Гумбольта, посетившего Колумбию в составе научной экспедиции в начале XIX века. Хотя его интерес к сокровищам был чисто теоретическим, Гумбольт подсчитал, что воды озера Гуатавита, возможно, скрывают золото на сумму 300 миллионов долларов. Ученый сходил из предположения, что за сто лет в обряде приношения даров приняли участие сто тысяч человек, и каждый из них бросил в озеро пять золотых предметов. Последняя попытка осушить озеро была предпринята в 1912 году, когда британские кладоискатели привезли на его берег громадные насосы. Им удалось откачать почти всю воду, но мягкий ил на дне тотчас засасывал всякого, кто отваживался спуститься в котловину. На другой день донный ил высох и сделался твердым, как бетон. Затратив на предприятие 160 тысяч долларов, британцы извлекли из озера золотые украшения на сумму 10 тысяч. А в 1965 году колумбийское правительство объявило озеро Гуатавита национальным историческим заповедником и положило конец всяким попыткам добраться до его дна. В 1541 году, спустя пять лет после начала похода Беляль-Касара, Гонсало Писарро, брат покорителя Перу, тоже покинул Кито и пустился на поиски Эльдорадо, богатый, по слухам, не только золотом, но и очень дорогой в те времена корицей. Вскоре к Писарро присоединился солдат удачи по имени Франсиско де Орельяно. Но как только экспедиция преодолела Анды и отправилась на восток, в сельву, спутники расстались. Писарро, в конце концов, вернулся в Кито, а Орельяно пошел вдоль широкой спокойной реки и добрался до побережья Атлантики. По пути он набрел на туземное племя, женщины которого владели луком и стрелами значительно лучше, чем мужчины. Вспоминая древнегреческую легенду о воительницах, Орельяно назвал эту реку Амазонкой. По следам Писарро и Орельяны отправились другие испанские авантюристы, которые расширили зону поиска золотого человека до устья Амазонки и Оренока. Одним из самых упорных искателей был Антонио де Беррио, губернатор Междуречи. Подобно своим предшественникам, он был убежден, что предмет поисков лежит на дне одного из высокогорных озер, но гораздо восточнее, в горах Гвианы, куда отступили побежденные инки и где они основали легендарный город Маноа, улицы которого, по слухам, были вымощены золотом. За 11 лет с 1584 по 1595 годы Беррио трижды возглавлял экспедиции в Гвиану. Во время третьего похода он добрался до острова Тринидад, где повстречал сэра Уолтера Рейли, пытавшегося восстановить свою утраченную славу колонизатора. Англичанин подпоил Беррио, выведал у него тайну Эльдорадо и, подвергнув испанца временному заточению, вернулся на родину, где написал восторженный отчет об Эльдорадо, как он называл «царство золотого человека». Рейли поверил Беррио на слово, и пылко утверждал, что Эльдорадо куда богаче Перу. Книга Рейли не возбудила особого интереса к Маноа, а его собственная попытка отыскать Эльдорадо завершилась неудачей. Более четырехсот лет история о золотом человеке, вероятно, силой, выведанной из старого туземца, готового сказать что угодно, лишь бы спровадить европейцев прочь, будоражило воображение золотоискателей. Никто из них, разумеется, не нашел ни озера с золотым дном, ни города с золотыми мостовыми. Все обнаруженное ими золото существовало лишь в виде причудливых украшений и убранства, не отвечавших европейским стандартам тонкого вкуса. Поэтому большую часть изделий попросту переплавляли, а слитки отправляли на родину. То немногое, что сохранилось в первозданном виде, сейчас хранится в музеях. Сколько не шныряли европейцы по горам, джунглям и саваннам Южной Америки, но так и не смогли утолить свою ненасытную алчность. По счастью, в ходе поисков они чуть ли не случайно составили подробные карты почти всего континента. Жажда золота помогала им выносить чудовищные тяготы и лишения в чужом краю, приспосабливаться к суровым погодным условиям, выживать среди далеко не дружелюбно настроенных туземцев, которые на свою беду оказались обладателями столь высоко ценимого европейцами желтого металла. Индейцы никак не могли взять в толк, почему пришельцы так жаждут заполучить эти блестящие безделушки, предназначенные для украшения домов и святилищ. От холода они не спасают, голод не утоляют, удовольствия не доставляют. Это повергало индейцев в полную растерянность, но не европейцев. Они уже знали, что такое рыночное отношение, и оттого с такой готовностью уверовали в золотого человека, который если и был вообще, то сгинул задолго до того, как они принялись разыскивать его. Тайна хрустальных черепов 26 мая 1996 года английская телекомпания BBC продемонстрировала часовую программу под названием «Загадки хрустальных черепов». То, что всемирно известная компания посвятила специальную программу этому феномену, говорит о растущем интересе к этой загадке. Хрустальные черепа Точные модели человеческих черепов, выполненные из разных видов природного кварца. Места находок хрустальных черепов – Мексика, Центральная и Южная Америка, зоны распространения древних цивилизаций ацтеков, инков и майя. Как полагают, черепа имеют тысячелетний возраст, но точно определить дату их создания крайне сложно, так как метода определения возраста кварца не существует, а метод радиоуглеродного анализа в этом случае не работает. Первый хрустальный череп, известный сегодня как Митчелл Хеджес, по фамилии его первооткрывателя, был найден в 1924 году группой археологов под руководством Митчелла Хеджеса на руинах древнего города Майя-Лубаатун в джунглях полуострова Юкатан. Этот череп детально исследовал в 1960-х годах искусствовед Дорланд. Размеры черепа составляли 152,4 на 203,2 на 152,4 миллиметра, а вес 5,13 килограмма. Внутри затылочной части черепа Дорланд обнаружил систему призм и каналов. Благодаря этой системе череп и глазницы начинали светиться, если за ним установить внешний источник света, например, свечу, а нижняя челюсть, выполненная отдельно и соединявшаяся с черепом с помощью нити, продетой через тонкие отверстия, могла свободно двигаться. Череп явно был предназначен для ритуальных целей. Как оказалось, он был изготовлен из целого кристалла кварца. Его поверхность не имела ни малейших следов какой-либо обработки металлическими инструментами и была, по-видимому, отполирована специальной пастой секрет, который не дошел до нашего времени. Но по самым скромным подсчетам, для того, чтобы изготовить его таким способом, индейцам потребовалось бы не менее трехсот лет. В 1970 году Дорланд показал череп специалистам фирмы Хьюлетт Паккарт, считавшиеся авторитетным экспертом по кварцу и являвшиеся широко известным производителем кварцевых генераторов. В своем отчете инженер фирмы Барре писал «Мы изучали череп по всем трем оптическим осям и обнаружили, что он состоит из трех-четырех сростков. Анализируя сростки, мы обнаружили, что они растут из единого центра и составляют единый сплошной кристалл. Мы также обнаружили, что череп вырезан из одного куска хрусталя вместе с нижней челюстью. По шкале Молса горный хрусталь имеет высокую твердость, равную семи, уступая лишь топазу, корунду и алмазу. Что касается обработки, то его ничем, кроме алмаза, резать нельзя. Но древние сумели как-то обработать его. И не только сам череп, они вырезали из этого же куска нижнюю челюсть и места для шарнирного соединения челюсти, на которых она была подвешена. При такой твердости материал это более чем загадочно. И вот почему. В кристаллах, если они состоят более чем из одного сростка, имеются внутренние напряжения. Когда вы нажимаете на кристалл головкой резца, то благодаря наличию напряжений кристалл может расколоться на куски, поэтому его нельзя резать, он просто расколется. Но кто-то изготовил этот череп из одного куска хрусталя настолько осторожно, как будто он вообще не притрагивался к нему в процессе резки. Таким образом, эксперты Хьюлетт Паккард подтвердили предположение Дорланда, что череп был изготовлен не с помощью резца, а путем длительной обработки абразивами. Какими же? При исследовании поверхности черепа мы обнаружили свидетельство воздействия трех различных абразивов, пишет Барре. Окончательная же отделка его выполнена полировкой. Мы также обнаружили некий вид призмы, вырезанной в задней части черепа у его основания, так, что любой луч света, входящий в глазницы, отражается в них. В заключении же эксперты в сердцах написали, проклятая штуковина вообще не должна была существовать на свете. Тот, кто ее высекал, не имел ни малейшего понятия о кристаллографии и совершенно игнорировал оси симметрии. Она неминуемо должна была развалиться при обработке. Кстати, слова о том, что те, кто делал череп, не имели ни малейшего понятия о кристаллографии и игнорировали оси симметрии камня, являются лучшим доказательством того, что череп не могли изготовить мифические инопланетные пришельцы. Ведь череп, как и любую другую загадку древних цивилизаций, тут же поспешили причислить к следам пришельцев. Так, кто-то видел внутри черепа Митчелла Хеджеса изображение вроде голограммы космического корабля, которое то появляется, то исчезает. Другие видели появляющиеся внутри черепа облик неизвестного существа. Но череп Митчелла Хеджеса не единственное изделие подобного рода. Еще в 1889 году в Мексике был найден его собрат, череп Е.Т., ныне хранящийся в Лондоне в Британском музее. Он сделан из дымчатого кварца, менее искусно изготовлен, а нижняя челюсть у него неразъемная. Кстати, череп Е.Т. не похож ни на одну расу, обитающую сегодня на Земле, а у него верхние челюсти глазницы имеют совершенно необыкновенную форму. Впрочем, это очень похоже на стилизацию. В Японии хранится череп, выполненный из цельного аметиста. Из чистого кварца сделан найденный в Готемале череп Мах. Хрустальный череп, хранящийся в Музее Человеков Парижа, выполнен довольно грубо и изображает ацтекского бога смерти и подземного царства. Все хрустальные черепа различаются друг от друга по размеру, цвету и внешнему виду. По этому поводу была даже сгоряча высказана гипотеза, что Землю посетили представители нескольких внеземных цивилизаций, каждая из которых оставила хрустальную модель черепа, содержащую знания и генетический код соответствующей расы. Есть предположение, что Митчелл Хеджес главный череп, который объединяет остальные и является черепом власти. При этом все черепа информационно связаны между собой и некими неизвестными еще черепами, которые, возможно, находятся вне пределов Земли и употреблялись как средство коммуникации, вроде своеобразного интернета. Такой способ связи очевидно целиком заимствован у Толкиена из Властелина Колец, камни-палантиры. Кварц, из которого сделаны черепа, известен как минерал, который обладает природным свойством усиления электрической энергии. Во всех современных электрических аппаратах используется кварц. Так как наше тело обладает электромагнитным полем постоянной напряженности, кварц в состоянии усиливать энергетическую напряженность поля нашего тела, что, как считают, повышает духовные способности человека. Ряд необъяснимых феноменов связан с рустальными черепами. Многие люди ощущают прилив энергии, исходящей от них. На некоторых эта энергия оказывает исключительное влияние, вызывая психические вибрации. Сегодня многие ученые пытаются найти ответ на вопрос о происхождении хрустальных черепов и способе их изготовления. Но пока это остается тайной. Каменные шары в сельве В местности Пальмар в самом юго-восточном углу Коста-Рики и неподалеку от границы с Панамой покоится несколько дюжин странных каменных шаров диаметром от полутора до двух метров. Они хаотично разбросаны по территории, которая некогда представляла собой непроходимые джунгли в 12 милях от побережья Тихого океана. Возможно этих шаров несколько сотен, может быть несколько тысяч. Некоторые полностью или частично лежат на поверхности. Кроме того, это место исследовано отнюдь недосконально и как они распределены по поверхности неизвестно. Эти сферы сделаны из очень твердой вулканической породы, которая встречается в горах в глубине страны, но там шаров не обнаружено. Все они почти идеально круглые. Некоторые лежат на земле, некоторые полузасыпаны, а несколько шаров покоятся на постаментах из мелких камней и валунов. Под некоторыми из этих постаментов были найдены несколько очень характерных гончарных изделий, относящихся к местной культуре. В нескольких случаях отдельные камни или же группы камней располагались строго по одной линии. Возраст загадочных сфер составляет около 500 лет. Если допустить, что они изготовлены искусственным путем, то это титанический труд. Во имя чего? Доктор Самуэль Латроп в 1954 году, впервые исследовавший каменные шары, предположил, что они представляют собой своего рода карту взаимного расположения небесных светил. Однако, дальше этого предположения он не пошел и на вопрос, зачем и кому понадобилась такая карта, ответа не дал. Впрочем, астрономическая версия происхождения каменных шаров базируется на достаточно серьезном фундаменте. Индейцы майя, чья культура распространялась до самого Панамского перешейка, были выдающимися астрономами и в этом от них не отставали другие индейские племена. Они точно разделили год на сезонные циклы, наблюдали за движением планеты, составили карту звездного неба с более или менее фиксированными координатами небесных объектов. Но зачем им понадобилось выкладывать огромную карту звездного неба, да еще и с трудоемких в изготовлении каменных шаров именно в этом месте? Ни долгота, ни широта данной местности не имеют какого-то специфического значения. Вдобавок эта местность сильно пересечена, в отличие от других древних обсерваторий, например, Стоунхенджа, и шары не лежат на одной плоскости, а в беспорядке раскиданы по склонам скатом. В астрономической версии о назначении шаров ближе других стоит другая гипотеза топографическая. По мнению ее сторонников, каменные шары играли роль ориентировочных знаков при топографической съемке местности, либо служили триангуляционными пунктами или временными фиксированными границами. Надо иметь в виду, что, закладывая свои города, майя проводили поразительно точные топографические съемки и разметку территории будущего города. Помимо того, что шарообразная форма удобна для перемещения таких знаков с места на место, ничего удивительного в их массивности нет. Дело в том, что крупнейший знаток цивилизации майя, археолог доктор Морли, заметил, что экономика майя являлась так называемой кукурузной экономикой, главной сельскохозяйственной культурой была кукуруза маис. Возделывание кукурузы в тропиках занимает всего несколько дней в году, в результате чего у населения остается масса свободного времени, 90% времени ему попросту нечем занимать себя. Отсюда такое характерное для цивилизации майя обилие монументальных сооружений, сложных, требующих многого времени ритуалов и обрядов, развитые познания в астрономии, медицине и других областях. Майя могли себе это позволить. Среди различных гипотез о назначении загадочных шаров самое экзотическое та, что эти сферы являлись деньгами. Дело в том, что на некоторых островах Тихого океана до сих пор пользуются каменными деньгами. Эти каменные деньги имеют вид жерновов или шлифовального круга. Несмотря на то, что поднять такую денежку могут только несколько человек, каменные монеты олицетворяют собой самую совершенную денежную систему человечества. Камень был одним из первых предметов, которые стали использовать в качестве денег. Чтобы добыть, обработать и перевести каменный жернов или в нашем случае шар, надо затратить много сил, времени и средств. Таким образом, когда камень попадает в распоряжение владельца, он уже обладает вполне конкретной стоимостью. Все знают, что такой-то человек имеет каменный шар, более того, все такие шары известны всему обществу. Украсть такое сокровище невозможно и незачем. Реализовать камень все равно не удастся, ведь он всем прекрасно известен. Зато шар можно продавать, покупать, закладывать и производить любые финансовые операции, причем вовсе нет необходимости физически перемещать камни от владельца владельцу, пусть лежат там, где требуется. Таким образом, эти камни одновременно являются капиталом, банками и разменной монетой. Финансовая система, оснащенная на обращение этих камней, представляется необыкновенно надежной. Эта гипотеза, кстати, объясняет, почему каменные сферы имеют разный размер. По той же причине, почему разный размер имеют монеты. А почему для этих денег избрана такая необычная форма, шар? Во-первых, сфера символ идеала и таким образом обладает своего рода священностью. Во-вторых, сделать сферу очень трудно и вложенный в нее труд тем самым определяет ее ценность. В-третьих, шары удобнее транспортировать, ведь майя не знали колеса или, по крайней мере, не пользовались им. Но возможно, что разгадка тайно лежит на поверхности. Геологи утверждают, что каменные шары встречаются не только в Коста-Рике, а почти повсеместно. Например, в Казахстане при разработке песчаного карьера на достаточно большой глубине было обнаружено несколько крупных каменных сфер. Каменные шары найдены в Мексике, США, Бразилии, Танзании, Румынии, Египте, на земле Франции Иосифа. Геологи, минералоги и геофизики считают, что шары образовались за счет простой кристаллизации, распространяющейся как свет от лампочки равномерно во все стороны, по сфере все дальше и дальше от исходного центра кристаллизации. Возможно и то, что шары следы великого оледенения и образовались естественным путем в результате прохождения ледников. Кстати, абсолютно круглые валуны встречаются и в складках каменного ложа горных рек. Быстрое течение, вращая камни, со временем превращают их в сферы. но пока это тоже одна из версий. загадочные головы каучуковых людей Около трех тысячелетий назад на берегу Мексиканского залива возникла индейская культура, получившая название Ольмекской. Это условное наименование было дано по имени Альмеков, небольшой группы индейских племен, живших на этой территории гораздо позже, в одиннадцатом, четырнадцатом веках. Само название Альмеки, что означает каучуковые люди, ацтекского происхождения. Ацтеки назвали их так по имени области на побережье Мексиканского залива, где производился каучук и где жили современные им Альмеки. Так что, собственно, Альмеки и Альмекская культура совсем не одно и то же. Это обстоятельство чрезвычайно трудно понять не специалистам типа Хэнкока, посвятившего Альмекам в своей книге «Следы богов» немало страниц. Подобные публикации только запутывают проблему, ничего в то же время не объясняя по существу дела. Цивилизация древних Альмеков, начало которой восходит ко второму тысячелетию до нашей эры, прекратила свое существование в первые годы нашей эры и за полторы тысячи лет до расцвета империи ацтеков. Альмекскую культуру называют иногда матерью культур Центральной Америки и самой ранней цивилизацией Мексики. Как это ни странно, несмотря на все усилия археологов, нигде в Мексике, как и вообще в Америке, до сих пор не удалось обнаружить никаких следов зарождения и эволюции цивилизации Альмеков, этапов ее развития, места ее возникновения, как будто этот народ появился как уже сложившийся. Совершенно ничего не известно ни о социальной организации Альмеков, ни об их верованиях и ритуалах, кроме человеческих жертвоприношений. Мы не знаем ни на каком языке говорили Альмеки, какой этнической группе они принадлежали, а чрезвычайно высокая влажность в районе Мексиканского залива привела к тому, что не сохранилось ни одного скелета Альмеков. Культура древних Альмеков была такой же кукурузной цивилизацией, как и остальные доколумбовые культуры Америки. Главными отраслями хозяйства являлись земледелие и рыболовство. До наших дней дошли остатки культовых сооружений этой цивилизации пирамид, платформ, статуй. Древние Альмеки вырубали каменные блоки и высекали из них массивные скульптуры. Некоторые из них изображают огромные головы, известные сегодня как головы Альмеков. Эти каменные головы самая большая загадка древней цивилизации. Монументальные скульптуры весом до 30 тонн изображают головы людей с несомненно негроидными чертами лица. Это практически портретные изображения африканцев в плотно прилегающих шлемах с ремешком на подбородке. Мочки ушей проткнуты, лицо прорезано глубокими морщинами по обеим сторонам носа, уголки толстых губ загнуты вниз. Несмотря на то, что расцвет альмекской культуры приходится на 1500-1000 годы до нашей эры, уверенность в том, что головы были высечены именно в эту эпоху, нет, поскольку радиоуглеродная датировка кусочков угля, найденных рядом, дает лишь возраст самих угольков. Возможно, каменные головы намного моложе. Первую каменную голову обнаружил в 1930-е годы американский археолог Мэтью Стирлинг. Он писал в своем отчете, «Голова была высечена из отдельной массивной базальтовой глыбы. Она покоилась на фундаменте из необработанных каменных глыб. Будучи расчищена от земли, голова имела довольно устрашающий вид. Несмотря на значительный размер, она обработана очень тщательно и уверенно, ее пропорции идеальны. Уникальное явление среди скульптур аборигенов Америки, она примечательна своим реализмом, черты ее отчетливы и явно негритянского типа». Кстати, Стирлинг сделал и еще одно открытие. Он обнаружил детские игрушки в виде собачек на колесиках. Эта невинная на первый взгляд находка на самом деле являла сенсацией, ведь считалось, что цивилизации до Колумбовой Америки колеса не знали. Но, оказывается, на древних альмеков это правило не распространяется. Впрочем, вскоре оказалось, что и индейцы майя, южные современники древних альмеков, тоже делали игрушки на колесиках, но колесо в своей хозяйственной практике не применяли. Большой загадки тут нет. Корни такого игнорирования колеса уходят в менталитет индейцев и в их кукурузную экономику. В этом плане древние альмеки мало отличались от других индейских цивилизаций. Помимо голов, древние альмеки оставили многочисленные образцы монументальной скульптуры. Все они высечены из базальтовых монолитов или другого прочного камня. На альмекских стеллах можно видеть сцены встречи двух явно различных человеческих рас. Одна из них африканцы. А в одной из индейских пирамид, расположенных близ мексиканского города Уахака, находятся несколько каменных стелл с высеченными на них сценами пленения индейцами бородатых белых людей и африканцев. Альмекские головы и изображения на стеллах представляют собой физиологически точные образы реальных представителей негроидной расы, чье присутствие в Центральной Америке 3000 лет назад до сих пор является загадкой. Откуда могли появиться африканцы в новом свете до Колумба? Может быть, они были коренными обитателями Америки? Существует свидетельство палеантропологов, что в составе одной из миграций на территорию американского континента во время последнего ледникового периода действительно попали люди негроидной расы. Эта миграция происходила около полторы тысяч лет до нашей эры. Есть и другое предположение о том, что в древности между Африкой и Америкой осуществлялись контакты через океан, который, как выяснилось, в последние десятилетия отнюдь не разделял древние цивилизации. Утверждение об изоляции нового света от остального мира, долгое время господствовавшее в науке было убедительно опровергнуто Туром Хейердалом и Тимом Северином, доказавшими, что контакты старого и нового света могли иметь место задолго до Колумба. Цивилизация альмеков прекратила свое существование в последние столетия до нашей эры, но их культура не погибла, она органично вошла в культуры ацтеков и майя, а альмеки в сущности единственная визитная карточка, которую они оставили после себя, это гигантские каменные головы, головы африканцев. Говорящие кресты майя Во времена конкистадоров, высаживавшихся в новом свете, испанские монахи с удивлением отмечали, что символ креста был известен индейцам майя еще в первом тысячелетии нашей эры. Изображение креста как объекта поклонения и сейчас можно видеть в древних индейских храмах поленки. Поэтому индейцы охотно включили христианский крест в свою религиозную символику. С индейским культом крестов связана судьба Кентана-Роу, одного из самых труднодоступных районов мексиканского полуострова Юкатан, где живут потомки древнего народа индейцев майя. Белые многократно пытались проникнуть в дебри Кентана-Роу, особенно часто в первой половине девятнадцатого века. Пришельцы несли с собой все прелести цивилизации. Тогда, в 1847 году, в деревне Чан вдруг заговорил крест, вырезанный из ствола огромного дерева. Голос, идущий из креста, повелел «Поднимитесь на великую священную войну против белых, прогоните их от границ, от берегов Кентана-Роу, соединитесь со своими братьями ною-катане и перенесите войну туда. Крест будет сопровождать вас». Глаз креста потряс индейцев. В Чан пришло все население Кентана-Роу и стало на коленях перед крестом. Тогда голос прозвучал вновь. Повинуясь зову креста, майя напали на белых, и восстание распространилось по всему Юкатану. Говорящий крест из Чана все время вмешивался в судьбу майя. Он пророчествовал, предсказывал, советовал, отдавал приказы, а по одному из его повелений в Чане было устроено святилище креста. Вскоре в Чане появились еще два говорящих креста. Бывшая деревня стала городом Чан-Санта-Крус. Самое удивительное, кресты действительно говорили. Спрятаться внутри них или за ними человеку просто невозможно, а магнитофонов в то время естественно не было. Необъяснимость появления говорящих крестов состоит еще и в том, что этот феномен вообще лежит вне культурной традиции майя. Ни фольклор, ни религия этого народа, как, впрочем, и его соседей, не знают ничего подобного. В результате войны крестов индейская территория стала фактически независимым государством. Правительство в Мехико неоднократно пыталось вернуть эти земли под свое управление. В 1899 году мексиканский диктатор Порфирио Диас направил карательную экспедицию, которая захватила священный город Майя, но индейцы унесли кресты вглубь сельвы. Начавшаяся гражданская война в Мексике отвлекла внимание от Юкатана, и в 1915 году индейцы вернулись в свою столицу. Здесь снова прозвучал голос крестов. Они повелевали убивать каждого белого, ступившего на землю Кентано-Роу. Только в 1935 году правительство решило заключить мир с индейцами. Их вождь официально был произведен в генералы, награжден орденом и назначен правителем свободной индейской территории. Его преемники по сей день беспрепятственно избираются индейцами, а центральное правительство не вмешивается в их жизнь. Майя верит, что мирный договор 1935 года принес им победу над Мексикой и над всем миром белых. А что же говорящие кресты? Они перенесены в новую столицу Майя Чампон и находятся в святилище. Культ говорящих крестов является официальной религией свободной индейской территории, но голоса их давно не слышно. «Потомки» воинов Александра? Когда говорят о загадках древней истории, почти всегда вспоминают потомков Александра Македонского. Не самого царя, разумеется, а тех, кто участвовал в походе греков в Азию. Кто же они, эти кандидаты в потомки? Наиболее известные из них нуристанцы или калаши или кафиры, живущие в отрогах гендукуша на северо-западе Афганистана. Изолированные группы бадахшанцев или ягнопцев в Таджикистане. Что это подтверждает? К сожалению, немногое. Квинт Курции, биограф Александра, рассказывает эпизод покорения одним из войск царя в Среднеазиатской области под названием Бубацена. Исследователи пытаются сопоставить ее с современным бадахшаном. Но по официальной версии войско туда не заходило. В 329 году до нашей эры оно прошло по территории современного Афганистана и со стороны реки Гельменд поднялось на гребень Гендукуша. Дойдя до Сырдарьи, армия вернулась тем же путем обратно. Однако и не заходя в пределы Памира отдельные ее отряды могли побывать и в Бадахшане. Его жители до сих пор хранят легенду об Искандере Зорканае Александре Двурогом. И еще одно косвенное доказательство того, что грекам были знакомы эти места. В географических работах более позднего времени уже встречаются названия населенных пунктов данной местности. Значит, кто-то из греков здесь все же побывал. Что касается Ягнобе, то единственное достаточно точное описание этого района записки исследователя Средней Азии Андреева, сделанные в 1927-1928 годах. Ягноб небольшая замкнутая высокогорная страна в западном Таджикистане, расположенная в восточной части самого большого из притоков Заревшана реки Фант. По преданию Александр проходил по Заревшану, посетил соседний с Ягнобом Фальгар и повернул в ближнее селение Такфон, чтобы принять пищу. Сегодня точных доказательств того, что царь побывал здесь, нет, однако известно другое. Ягнобцы прямые потомки сагдийцев, жителей Сагдианы, покоренной армией Александра. Можно предположить, пишет в своих материалах Андреев, что Ягнобцы были в свое время оттеснены, загнаны в их теперешние места обитания, на которые не было претендентов, и где они могли сохраниться постепенно тая в числе. И добавил, сохранив свой загадочный язык, не похожий на язык ни одной из окружающих этнических групп. Наконец, о нористанцах. Происхождение 60 тысяч нористанцев остается неразгаданным, так записано практически во всех крупных исследованиях по истории Передней Азии. У многих калашей светлые волосы, голубые глаза, это типичные индоевропейцы. Самая распространенная версия происхождения калашей основывается на их собственных легендах. По одной, они действительно потомки воинов Александра, укрывшихся в горах Гендукуша и оставшихся здесь навсегда. По другой, остатки разведывательного отряда, посланного в Бажур, но взбунтовавшегося и не пожелавшего возвращаться домой. О калашах писали много. Известный английский исследователь Брюс указывал, например, на пережитки у них некоторых греческих религиозных церемоний. Другие ученые ссылаются на Бабура, первого правителя из династии Великих Моголов, который сообщал, что язычники калаши употребляют в больших количествах крепкие виноградные вина, в то время как окружавшие их племена и представления о них не имели. Теперь мы подходим к главному вопросу, без решения которого было бы бессмысленно вообще говорить о потомках Александра. Насколько велик был греко-македонский, так сказать, генетический вклад в этническую среду этих районов. Огромная держава, возникшая в результате завоевания Александра, простиралась от западного побережья Балканского полуострова до Индии. На севере она приближалась к Дунаю и граничилась с Черным морем. На юге доходила до Индийского океана, Аравии и Северной Африки. Многие исследователи ссылаются на данные Деодора, упоминавшего программу, намеченную в царских инструкциях. Александр предполагал объединение многих народов в один, перемещение людей из Азии в Европу и обратно, чтобы соединены были два великих континента браками и союзами, и чтобы жили они в согласии, дружбе и родстве. Одним из важнейших и последних мероприятий царя в его восточной политике было заключение брачных союзов с представителями местных народов, чтобы смешением крови соединить победителей и побежденных. Чем это можно объяснить? Влюбленность Александра в человечество? Желанием побратать Восток с Западом? Источники не дают основания делать подобные выводы. Просто македонский царь не верил в прочность своих завоеваний, боялся бунтов и искал средства, чтобы укрепить непрочную империю. Его восточная политика была лишь средством достижения мирового господства, но нас волнуют ее плоды. Армия Александра, пришедшая в Азию, несколько десятков тысяч человек, была этнически разнородной. Пехота эллинов в битвах практически не участвовала, а использовалась в качестве гарнизонов, разбросанных по всей территории Средней Азии. Очень важно и то, что Александр постоянно получал пополнения из Македонии, Греции, Фракии, которые также исчислялись тысячами. Что же получилось? Вместо переноса счастья из Азии в Грецию, к чему призывал Александр, македонине и греки осели в завоеванных районах. Это подтверждено документально. По мнению ряда ученых, часть эллинов растворилась среди жителей некоторых районов и дала жизнь качественно новым этническим группам. Возможно ли такое? Многие этнографы отвечают утвердительно. Условия полной изоляции, когда лишь 3-4 месяца в году отдаленные селения могли сообщаться с другим миром, оказались весьма благоприятными для сохранения физических черт, приобретенных тысячелетий назад. Но поиск только начинается, возможно появятся иные направления исследований и другие народности или племена получат основание считаться потомками воинов Александра Македонского. Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством покидышев и сыновья. Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Продолжение следует...